Девушки отдыхают Это новое слово в самарском спорте – соревнования по полдэнсу. Нужно работать над собой, над своей хореографией, получать высокие оценки, доказывать всем, что мы умеем танцевать. Сегодня приезжали из Питера, Екатеринбурга, Ульяновска, Тольятти. Конечно, больше выступающих из Самары. Но девчонки все молодцы. Спортсмены показывают возле шеста не только силу рук и гибкость тела, но и актерский талант. Главная особенность такого нетрадиционного спорта – это, как ни странно, консервативность в танцах. Здесь, несмотря на наличие обязательного атрибута, шеста или, как говорят спортсмены, пилона, нет ни капли эротики. Любой намек на откровенные движения строго карается. В стриптиз там больше все направлено именно на соблазнение. Здесь на чемпионате даже не допускается оголение какой-либо части тела. Даже грядет это исключением участника, если вдруг нечаянно оголится что-то, либо соскользнет. Эти танцы так завораживают, что в акробатический пляс спешат не только прекрасные дамы, но и сильный пол. Их выход на сцену в этих соревнованиях стал дебютом и вызвал настоящий фурор. Отдышавшись после сложных трюков, ребята признались, что репетировали каждый день. И им для этого наличие шеста не обязательно. Найти на чем закружиться в танце они умудряются где угодно. Везде. И заборы, и столбы, и вся набережная была моя этим летом. Это очень опасно, на самом деле опасно даже для жизни. Если вот так просто взять и повторить, ничего не получится. Это очень много времени на тренировки, много упорства, много сил, пота и так далее, стремления. Этот вид спорта среди всех остальных пока новичок. Но его популярность уже набирает такие обороты, что пол-дэнсу пророчат настоящее олимпийское будущее со всеми вытекающими. В конце концов прыжки в шестом есть, а танцев с ним почему-то нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова